Александр Дмитриевич, сегодня Вы и Ваши знания были эпицентром всеобщего внимания. Благодарим Вас за проведенное использование времени. Скажите, пожалуйста, какие у Вас впечатления об организации мероприятий и было ли Вам комфортно, как лектор? По организации мероприятия у меня впечатление, что я нахожусь в культурной столице России. Да что там в России? Мира. Потому что, ну, например, маленький пример. Как проходил обед? Нас пригласили в ресторан. Нам играл скрипач, который является лучшим скрипачом 2023 или 2022 года. Точно не помню, но это очень эффектно. Но это, скажем, такой взгляд яркий-яркий и так далее. А если серьезно говорить, то мероприятие формата, как сделали организаторы фирмы «Ромашка» и, я думаю, тут большую роль сыграл лично Алексей Николаевич. Мне очень нравится именно формат, что это трилогия, что это три лектора подряд, каждый по два дня. Очень интересные темы, очень они актуальны и востребованы для докторов. И, в принципе, у практикующих врачей есть возможность уделить шесть дней, но получить за шесть дней такой концентрат знаний, который поможет в клинической работе. И, я думаю, это очень полезно будет. Состав лекторов хороший, очень достойный состав лекторов. Те коллеги, которые будут выступать после меня, я знаю их, знаю их работы, читал статьи, видел видео, лично знаком. И, я думаю, вот этот формат, он, наверное, будет повторяться и другими организациями. У меня география выступлений в прошлом году, в 23-м году, была очень широкая. Вся Евразия, самая восточная часть – это Хабаровск, самая западная – это Мадрид, комплютенция университета выступала. Северная – Санкт-Петербург и южная – это Ташкент. И вот, как бы, вот в этом ореоле такого формата, именно вот этой вот трилогии я не встречал. И мне кажется, это очень перспективно. И с Алексеем Николаевичем будут брать пример, будут повторять. Организация фото, видео сопровождений, демонстрационный ряд. У нас мы работали два экрана. Это очень удобно. Потому что я, не смущаясь, манипулирую, как бы, жестикулирую, я не смущаясь, что я загораживаю экран. Потому что, если, например, там, с одного ряда человеку не видно, из-за меня не видно, один экран может посмотреть на другой. Это очень удобно. Ну да. Техническое сопровождение, то есть, там, подключить оборудование, звук, ну, как бы, на высшем уровне. Мне очень понравилось. Вы знаете, я, наверное, стал, как бы, даже немножечко Алексеем Николаевичем зависимым. Я хочу еще раз так же. Это хорошая традиция. Это может стать хорошей традицией. Вот. И, кроме того, Алексей Николаевич поделился, что, вот, накануне был, как бы, юбилей, десятилетие фирмы, как бы, им основанный. И тоже, как бы, приятно открывать череду образовательных мероприятий, которые, в том числе, привлечены к юбилею, десятилетию. Я желаю процветания фирмы, потому что я вижу, что она приносит пользу людям. И сейчас вот технологии, которые поддерживает Алексей Николаевич, это индивидуальные костные трансплантаты. На мой взгляд, они очень перспективные. Мы применяем их в своей практике. Применяем, мы разработали методику применения этих трансплантатов. Одномоментно с установкой дентальных имплантатов. Это экономит, сильно экономит время пациента, сильно экономит его ресурсы моральные, потому что это меньшее количество операций. И это хорошее направление. И дай бог, чтобы это направление под руководством Алексея Николаевича развивалось. И это полезно всем, и врачам, и пациентам. И хотелось бы сказать хорошие, добрые слова относительно курсантов. Очень приятная аудитория, вдумчивая, правильные вопросы. Ну, приятно работать с такими людьми. В общем, хорошие впечатления. Хорошие. Почаще бы так. Благодарю вас за беседу и увидимся на завтрашнем дне лекции.